Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Анна Глазунова. Я расскажу вам о самых интересных новостях из мира студенчества. Итак, сегодня вы увидите. КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСТЕТ КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСТЕТ Именно об этом наш следующий сюжет. Уже совсем скоро, а именно 20 июня, стартует прием документов для поступления в Казанский федеральный университет. А с 12 по 26 июля в КФУ пройдут консультации и вступительные экзамены. Сюда входят очные испытания, а также экзамены с использованием дистанционных технологий на очное и очно-заочное обучение в 2019 году. Напомним, что подать документы можно не только при личном присутствии, а также отправить их почтой или в электронном формате через личный кабинет. График вступительных испытаний уже опубликован на сайте КФУ. К примеру, 12 июля уже состоятся вступительные испытания по информатике и информационно-коммуникативным технологиям, а также иностранному языку. Более подробно ознакомиться с расписанием можно на сайте Казанского федерального университета. Анна Глазунова, Универньюз. В Казани состоялся 8-й Казанский Евразийский научно-практический форум. Выступления и дискуссии на форуме подтвердили актуальность и востребованность обращения к евразийской проблематике. Участие в мероприятии приняли представители Казанского федерального университета. Подробности смотрите в нашем сюжете. В Казанской ратуши прошел 8-й Казанский Евразийский научно-практический форум. Интеграционный и модернизационный потенциал Евразии. Состояние, проекты и формат реализации. Активное участие в мероприятии приняли представители Института международных отношений Казанского федерального университета. Они выступили с докладами на различные темы. На встрече говорили о глобализации, миграции, об экономической безопасности и гуманитарном сотрудничестве в странах Старого Света. Политические реалии последних лет свидетельствуют, что современные вызовы глобализующимся в мире более эффективно решаются в продуктивном взаимодействии с другими государствами и народами. В рамках многосторонних глобальных и региональных объединений. Главное здесь масштабы, скорость, глубина и результативность процесса. Цель форума – теоретический анализ и практическое обоснование интеграционного и модернизационного потенциала Евразии. Участники форума обсудили геополитические, социально-экономические вызовы и правовые условия евразийской интеллигенции. Лилия Талипова, Виолетта Басова, Универньюс. Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной системе образования является формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений. Отвечая этим принципам в Казанском университете состоялся семинар совещаний по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи в студенческой среде. Подробности узнаете в следующем сюжете. 10 июня на базе Института психологии и образования КФУ прошел семинар «Современные подходы к гражданско-патриотическому воспитанию молодежи в студенческой среде». Сегодня будет дан старт квесту, который тоже приурочен ко Дню России. Будут позже подведены итоги фото-конкурса, будут обсуждены самые актуальные темы. Мы бы хотели поделиться своим опытом именно Казанского федерального университета в области гражданско-патриотического воспитания, потому что на сегодняшний день мы становились неоднократно практически каждый год победителями республиканского конкурса по системе гражданско-патриотического воспитания молодежи. Серия студенческих мероприятий включила в себя старт квеста «Моя Россия». Наша большая необъятная родина – это в первую очередь люди. И мы вместе с вами, студенты, вчерашние студенты, мы, безусловно, являемся носителями вот этого уникального кода. Кода россиянина. Аллах Маштырис. Также в рамках презентационной площадки были представлены проекты работы студенческих объединений. Патриотическое воспитание и те силы, и то время, которое уделяется у проекторов, у преподавателей в сторону развития патриотического смысла у студентов – это неотъемлемая часть развития. Потому что кто не знает свою историю, кто не знает, патриот ли он или нет, то очень трудно будет развивать свою личность. Далее состоялось обсуждение заявленной темы с участниками семинара, модератором которого выступил проректор по социальной и воспитательной работе КФУ Ариф Межведилов. Каждый вуз определяет тему для себя, и мы это мероприятие проводим, чтобы не отвлекать вас от рабочих мест, поскольку мы собираемся в городе Казани, в Севузы. Порой мы приглашаем в районы наши. Сегодня присутствует город Нагрин, чем мы и город Елабуга. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универньюс. В России могут запретить полиэтиленовые пакеты к 2025 году. Ежегодно производятся миллиарды одноразовых пакетов. Все они рано или поздно становятся мусором. В интервью эксперт Казанского федерального университета рассказала, чем опасна такая простая вещь. Все подробности увидите в сюжете. В Государственной Думе Российской Федерации предложили ввести полный запрет на использование пластиковых пакетов с 2025 года. Использование пластика наносит существенный вред окружающей среде за счет длительного периода разложения этого материала. Может быть оно и не наносит существенного вреда живым организмам, почвам, я имею в виду микробов. А вот, например, каким-то там паучкам или каким-то червячкам наносит вред. Ну и плюс ко всему эстетика и загрязнение, захламление и так далее. Помимо этого полиэтилен опасен уже на стадии производства. Для синтеза требуется большое количество энергии. Эту энергию надо сначала получить. Наименее вредными способами получения являются гидроэлектростанции. Если же это какие-то тепловые электростанции и так далее, это значит мы а. расходуем ресурс, б. так или иначе загрязняем окружающую среду выбросами ТЭЦ, размещением золы и так далее. В России ежегодно производится 26 миллиардов одноразовых пакетов, которые становятся мусором за считанные минуты. Помимо этого существует множество излишней упаковки и одноразовых товаров. Все это приводит к росту свалок, которые также негативно влияют на окружающую среду. Сейчас ведутся разработки биоразлагаемого пластика. Эксперты отмечают, что есть и другие способы заменить полиэтиленовые пакеты. Если правильно организовать сбор отходов коммунальных, например, тех же самых, рассортировать и переработать вот эту макулатуру, из нее как раз и можно получать вот эти пакеты, которые тоже бумажные плотные пакеты имеют двух-, трех-, четырехразовое использование. И это будет более грамотно. Артем Топичкин, Виолетта Басова, Универньюз. 8 июня ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров принял участие в праздновании Савантуя, который прошел в Титюшском районе Татарстана. Жители устроили настоящий праздник, угощали гостей национальными блюдами и напитками, пели песни и танцевали. А теперь к другим новостям. В Челнах умеют не только учиться, но и развлекаться. 8 июня на территории базы отдыха Дубравушка прошел студенческий Савантуй Набережной Челнинского института КФУ 2019. Смотрим в сюжете. Традиционно Набережной Челнинский институт КФУ отметил этот праздник в лагере Дубравушка. Праздник начался с официальной части, во время которой прошло награждение руководителей и участников творческих коллективов НЧИ КФУ за значительный вклад в развитие и популяризацию профессионального искусства. С приветственным словом перед студентами выступила заместитель директора по воспитательной и социальной работе Набережной Челнинского института КФУ Ирина Нургатина. После торжественной части для студентов до часа Савантуй было организовано множество состязаний. Гигаласты, подгузники, рыбалка, перетягивание каната, бег с коромыслом, срезание призов, бой бамбуками, яйцо в ложке. Параллельно с работой игровых площадок на сцене выступали творческие коллективы Набережной Челнинского института КФУ. После завершения традиционной части праздника у студентов было еще немного свободного времени, которое они провели, играя в волейбол и наслаждаясь жарким июньским солнцем. Камиль Гемоздинов, Универ Ньюз. На этом наши новости подошли к концу. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях. С вами была Анна Глазунова. Еще увидимся. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok